Ненинский округ и Чехия будут выстраивать экономические связи. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи главы региона Александра Цибульского с генеральным консулом Чехии в Санкт-Петербурге Карлом Кюнлом. В Ненинском округе вторая волна паводка. За последние дни на реке Ково уровень паводковых вод поднимался до 82 см в сутки. О готовности сил и средств для оперативного реагирования главе региона доложил вице-губернатор Сергей Боенко. В ТПП Лукоил Севернефтегаз определили лучших по профессии. Традиционные соревнования собрали рекордные за все время существования предприятия количество участников. Здравствуйте с обзором основных событий в студии Иван Никонов. Александр Цибульский провел встречу с генеральным консулом Чешской республики в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества и договорились о выстраивании экономических связей. Как отметил глава региона Александр Цибульский, Чехия традиционно является надежным партнером России. Но округ, к сожалению, пока не может похвастаться налаженными устойчивыми связями с республикой. Поэтому данный визит станет отправной точкой налаживания нового этапа мировых связей между Ненинским округом и Чехией. Александр Цибульский подчеркнул, что регион готов рассматривать взаимодействие в любых отраслях, если оно будет действительно взаимовыгодным и взаимоинтересным. Очень приятно, что вы нашли время и возможность посетить наш город Наринмар, наш округ. Нам на самом деле крайне важно развитие долгих взаимовыгодных отношений с нашими международными партнерами. И Чехия традиционно являлась партнером и является надежным партнером Российской Федерации. У нас, к сожалению, округ не может пока похвастаться налаженными устойчивыми связями с Чехией. И тем не менее мы надеемся, что ваш визит будет служить такой отправной точкой для налаживания нового этапа деловых связей между нашим регионом и Чехией. Генеральный консул Чехии в Санкт-Петербурге Карл Кюнл сообщил, что главная цель его визита – установить личные контакты и обсудить возможности и направления сотрудничества. Он также пояснил, что в течение служебного пребывания в России в задачи генерального консула входит обсуждение и поддержка проектов и инициатив, которые будут полезны сотрудничеству между сторонами. Как бы уже отметили, к сожалению, сотрудничество или торговля между Чехией и Архангельской областью, и особенно нау, можно сказать, она небольшая, но в этом и потенциал, потому что весь мир глобализируется, и такие субъекты или страны, как Чехия, могут сегодня технически, по транспорту и по-другому, лучше сотрудничать, чем 50-100 лет назад. Значит, потенциал есть. Карл Кюнлу рассказал, до 70% экспорта в Россию составляет различное технологическое оборудование, обрабатывающее станки и компоненты транспортных средств. По его словам, между Ниньцким округом и Чехией также есть непрямые связи. Чешские производители через своих партнеров поставляют оборудование крупным нефтедобывающим компаниям. В свою очередь, Александр Цибульский отметил, что в данный момент возможности для технологичного сотрудничества увеличиваются. Глава региона Александр Цибульский провел рабочую встречу со своим заместителем Сергеем Боенко. В сферу ответственности вице-губернатора, в числе прочих, входят вопросы по организации мероприятий в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Основной поводок на территории округа прошел без каких-либо серьезных происшествий. Тем не менее, власти должны быть готовы к любому развитию событий, отметил в Рио губернатор Ниньцкого округа. Александр Цибульский также поинтересовался обстановкой на Печоре и Малых реках, с учетом того, что на территории республики Коми установилась дождливая погода. Есть небольшое повышение сейчас по Коми, но, в принципе, после Уст-Фигмы до Ермит плюс два доходит до нас пока этого момента. Но я так понимаю, что это далеко от критических. Это не предвещает каких-то осложнений по Печоре. По рекам Востока, которые по характеру такой паводкой обстановки, по образованию паводки волны немножко отличаются от Печоры. Это и Ково, и Альзово. Мы сегодня на контроле держим Харуту и Харивер. По Харуте еще в начале недели были подъемы серьезные, но два дня отмечаем спад. То есть, в общем, где-то минус 29 сантиметров. Запас есть порядка трех метров. По словам Сергея Боенко, на реке Ково, в районе поселка Харивер, в течение последних двух дней подъем паводковых вод фиксируется на уровне 82 сантиметров в сутки. Вместе с тем, запас до критической отметки здесь сохраняется на уровне порядка пяти метров. У нас силы и средства готовы отреагировать на любую ситуацию. То есть, мы можем спасателей туда доставить в любой момент по необходимости, по заявке главы муниципалитета. Глава региона выразил благодарность всем службам за проведенные на высоком уровне мероприятия по подготовке к паводку. Ненецкое профессиональное училище впервые подготовит специалистов в области переработки нефти и газа. Абитуренты, поступившие в этом году в окружное училище, после трех лет и десяти месяцев обучения получат специальность техников-технологов с рабочей профессией товарный оператор. НПУ готовит студентов к работе на нефтепромыслах не первый год. Но ранее выпускник мог получить только рабочую профессию. В этом году учебное заведение готово принять на подготовку за счет средств окружного бюджета 25 человек. Первые два курса студенты-нефтяники будут обучаться по специальности в стенах Ненинского профессионального училища. С третьего года обучения начнется практика на месторождениях. Все оборудование, необходимое для подготовки специалистов на базе НПУ, было закуплено при поддержке недропользователей в рамках соглашения компании «Русвет Петра» с администрацией Ненинского округа. Помимо специалистов нефтегазовой отрасли НПУ открыло прием документов и на другие специальности. С этого года мы берем профессию сварщик и дорожных и строительных машин, дабы расширить спектр возможных профессий внутри и квалификаций. Кроме того, мы берем две специальности. Одна связана с нефтегазовой промышленностью, бурением, а вторая связана с технологией швейного производства. Это, прежде всего, модельеры, швеи, портные. Прием документов от абитуриентов откроется 18 июня и продолжится до 14 августа. Результаты зачисления будут известны 16 августа по итогам конкурса аттестатов. Совсем скоро они покинут стены родного профучилища и смогут реализовать себя в профессии слесаря-сантехника. А сегодня, будучи еще студентами, соревнуются за звание лучшего сварщика в конкурсе профессионального мастерства. В их руках железо приобретает подчас самые немыслимые формы. Почему, расскажет моя коллега Ирина Нижалова. В умелых руках сварщика кусок обычного железа превращается в такие оригинальные арт-объекты. Например, на изготовление этой железной собаки у мастера ушло всего три дня. Такие оригинальные фигуры могут украсить любой двор. Среди тех, кто приложил руку к железу и сотворил большую часть этих оригинальных арт-объектов, Алексей Марков – студент третьего курса Ненецкого профессионального училища. Все тонкости сварки молодой парень постигает на собственном опыте. Вдохновение ищет в интернете. Вдохновение ищет в интернете. Сам инвектор. Ну и в принципе все. Сегодня Алексей вместе со своими одногруппниками участвует в конкурсе профессионального мастерства среди сварщиков. По результатам отборочного этапа из 17 участников в финал конкурса вышли пятеро. Здесь присутствуют два работодателя. Они смотрят, как ребята сделают. Они должны сделать стаканчики. Самое главное, чтобы не было никаких зазубрин. Все должно быть ровно, во-первых. А во-вторых, вода не должна из этого стакана вылиться тапочкой. То есть не должно быть щелей. Поэтому ребята стараются, кто лучше из лучших. Потенциальный работодатель внимательно наблюдает за качеством выполнения сварки, а после оценивает готовые результаты. Еще несколько минут и наступает волнительный момент – награждение победителей. Каждый из ребят получит грамоту и денежный сертификат. По результатам заключительного этапа второе и третье места заняли Сергей Волчейский и Виталий Родионов. Победителем конкурса признан Алексей Марков. Почему ты выбрал профессию для себя? Мечта. Давно уже стремлюсь. Поеду дальше поступать в город Свердинск. В этом году НПО отметит 60-летний юбилей. По этому случаю в училище планируют открыть музей, в котором, возможно, будут представлены в том числе и железные фигуры, выполненные руками лучших студентов-сварщиков. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Госуслуги через интернет. На сегодняшний день более 87% заявителей обратились за получением услуг в электронном виде через единый портал. Воспользоваться сайтом можно при получении услуг в ГИБДД. Например, при регистрации транспортных средств. Как отмечают в ведомстве, это позволит сэкономить время. Главное – правильно подойти к оформлению необходимых документов. Регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД оказывает государственные услуги по регистрации транспортных средств, прицепов к ним, а также выдачу водительских удостоверений. Для предоставления данной услуги с собой необходимо иметь паспорт, ПТС, свидетельство о регистрации, договор купли-продажи, страховой полис ОСАГО, а также оплатить госпошлину. При оказании госуслуги по регистрации транспортного средства проводится ряд административных процедур, согласно административного регламента. Наиболее частые ошибки возникают при составлении договора купли-продажи. Ошибка может быть где-то в ВИНе, где-то неправильно составленный предмет, условия сделки. Далее. Очень частая ошибка в ПТСе есть дата выдачи ПТС, и номер ПТСа, и кем выдачу. Обязательным условием при сделке купли-продажи является номер ПТСа и дата его выдачи. Многие забывают написать дату выдачи, либо путают ее с какой-либо другой датой. Это обязательно. Без этих вот обязательных условий, получается, документы гражданина отправляются на доработку. Также подпись прежнего собственника в ПТСе обязательно должна стоять. При составлении договора купли-продажи и оформления всей сделки это является обязательным условием. Если с документами все в порядке, то следующей административной процедурой является осмотр транспортного средства. Сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела проверяют соответствие транспорто-техническому регламенту Таможенного союза. Наиболее частые ошибки при проведении осмотра транспортного средства – это наличие светопропускаемости стекол, которые не соответствуют 70%. Далее полоса на лобовом стекле, которая более 140 мм, должно быть менее либо равно. Далее трещины в зоне стеклоочистителей со стороны водителей. На это наиболее частые такие нарушения, которые при предоставлении машинного осмотра показываются. Договор составляется в свободной форме. В приемно-регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД расположены примерные правильные формы для составления договора купли-продажи. Каждый гражданин может сам составить договор, не обращаясь в платные организации. Также для экономии времени и денежных средств ГИБДД рекомендует пользоваться единым порталом госуслуг. Такова информационная картина к этому часу. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте. Далее смотрите прогноз погоды.